В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. В аэропорту Шереметьево встретили сборную России по плаванию, которая вернулась с победными трофеями. Не сомневалась, не сомневалась. Даже думала больше золота. Острые вопросы, честные ответы. День открытых дверей прошел в одной из крупнейших управляющих компаний Ленинского района. А здесь они могут напрямую обратиться к руководителям и решить какие-то вопросы. Теперь им можно работать, открывать счет в банке и заключать договор аренды жилья. Шесть юных жителей Ленинского района получили главный документ каждого гражданина – российский паспорт. Для меня это прекрасный день. Это первый мой серьезный документ. В аэропорту Шереметьево встретили сборную России, которая вернулась с чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Соревнования прошли в китайском городе Ханчжоу. Россияне заняли второе место в медальном зачете и привезли шесть золотых, пять серебряных и три бронзовых медали. Почти половину наград удалось завоевать благодаря жителю города Видное, воспитаннику бассейна «Дельфин», заслуженному мастеру спорта Евгению Рылову. Технические термины «короткая» или «длинная вода» означают длину бассейна в 25 или 50 метров, где проходят соревнования. В чемпионатах мира по плаванию на короткой воде всегда блистают спортсмены, специализирующиеся на плавании именно в 25-метровых бассейнах. Но видновчанин Евгений Рылов нарушил эту традицию. Впервые, принимая участие в чемпионате по плаванию на короткой воде, Евгений Рылов завоевал три золотых медали на дистанциях 50 и 200 метров на спине и в составе мужской российской команды в комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Сейчас пока что я справился, но это не так подойдет. Стренировки с каждым годом усложняются. Также Рылов стал серебряным призером в двух эстафетах вольным стилем и обладателем бронзы, также принимая участие в составе команды в двух эстафетах. В общей сложности семь медалей появились в копилке российской команды благодаря Евгению. Я тренеру сказала, ты должен находиться там, потому что ребята возьмут золото. Вы по четыре месяца тренируетесь на короткой воде у нас дома. Конечно, не сомневалась. Даже думала больше золота, но ничего. Нужно было на одну больше. Еще один воспитанник бассейна «Дельфин» видовчанин Игорь Гирев дважды стал серебряным призером и обновил один из рекордов Европы. Мы в общем зачете оказались после Америки. Впереди у нас еще длинная вода. Вот сейчас мы начнем подготовку, чтобы в следующий раз им не пройти. Тренировки у пловцов в новом году начнутся уже 5 января. А в июле 2019 года в Корее пройдет 18-й чемпионат мира по водным видам спорта. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин, Видное ТВ. За ответом на свои вопросы пришли видновчане в день открытых дверей, который был организован в УК ЖКХ. Жители обсудили с представителями управляющей компании самые острые темы, связанные с работой коммунальщиков. Последние обещали скорое разрешение проблем граждан. На дне открытых дверей в одной из крупнейших управляющих компаний Ленинского района побывала и наша съемочная группа. Управляющая компания ЖКХ ежемесячно проводит день открытых дверей. Для удобства жителей встречи постоянно организуются по выходным. С самого утра граждан, пришедших обсудить свою наболевшую тему, было много. Однако в этом диалоге принимают участие все службы управляющей компании. А значит, решить можно любой вопрос. Люди приходят сразу же напрямую к руководителям. Если на участках домов какие-то сбои, то и какие-то жалобы не доходят до нас. Здесь они могут напрямую обратиться к руководителям и решить какие-то вопросы. Главные проблемы, с которыми приходят жители – уборка подъездов, засоры и протечки. В ЖКХ такие вопросы сразу берут под контроль и решают в оперативном порядке. Но не только о проблемах говорят посетители. Так председатель Совета дома ПЛК-25 Людмила Лернер пришла на день открытых дверей со словами благодарности. Вот объявила благодарность дворнику и уборщику, которые моют полы у нас. Всегда чисто, убрано, приятно выходить и дорожки почищены. Поэтому надо не только ругать управляющую компанию, но иногда и хвалить, если они этого заслуживают. Диалог между гражданами и представителями ЖКХ делает формат дня открытых дверей полезным для обеих сторон. Для службы это возможность узнать о своих недочетах и улучшить работу. Польза для жителей заключается в скором разрешении их проблем. После обсуждения своих насущных вопросов жители смогли вместе с детьми принять участие в игровой программе. Управляющая компанией ЖКХ совместно с МУПДОРСервис в рамках дня открытых дверей провела праздник «Скоро Новый год». Игровая программа подняла настроение всем ее участникам. Мы соседи, должны жить дружно. Наша работа должна повышать настроение жителям. Я считаю, что это маленький комплимент жителям от двух организаций за их терпение, за их сотрудничество. И за планы на будущее. В игровой программе дети и взрослые разыграли сказку «Колобок», исполнили новогодние песни и поучаствовали в конкурсах. Смех и новогоднее настроение помогли забыть жителям о проблемах, которые обещали решить в оперативном порядке. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ. Отключение света всегда равносильно катастрофе. Для того, чтобы работы по предотвращению аварий, связанных с электропитанием, проходили слаженно и быстро, в Ленинском районе состоялась совместная тренировка оперативных служб с акцентом на согласованность действий. На заседании штаба по проведению противоаварийных мероприятий глава Ленинского района собрал представители МОЭСК и Мособлэнерго, руководителей и специалистов районных учреждений. Я убежден, что каждая служба знает, как нужно действовать в той или иной ситуации, но совместные учения, совместные тренировки, они дают некий такой слаженный задел. На пульт диспетчерской службы пришла информация о технологической аварии. Программой учений были определены конкретные точки, на которых произошло отключение. По легенде, условное обесточивание коснулось 40 социально значимых объектов, а в жилом фонде без света осталось 12 770 человек. Для выполнения ремонтных работ был привлечен необходимый оперативно-ремонтный персонал, а к месту аварии прибыла передвижная электростанция. Когда мы развернулись и когда подали электричество? 11.55, последний оппонент. По итогам было отмечено, что общесистемные тренировки и совместные учения позволяют выявить и устранить слабые места, а значит, повысить оперативность и слаженность совместных действий в условиях чрезвычайных ситуаций, чтобы максимально минимизировать последствия технологических нарушений для потребителей. Я считаю, что задачу мы выполнили, проведя такую тренировку, мы абсолютно четко можем говорить о том, что жилой фонд, объекты социального значения, детские сады, школы, поликлиники у нас под надежной защитой и сбоев в электрической энергии мы не боимся. Теперь можно работать, открывать счет в банке и заключать договор аренды жилья. Шесть юных жителей Ленинского района получили главный документ каждого гражданина – российский паспорт. Мероприятие прошло в ОМВД по Ленинскому району в торжественной обстановке. Подробности в нашем следующем сюжете. В средние века паспортом называли разрешение на въезд в город через главные ворота или порт. Сейчас паспорт – главный документ для каждого гражданина старше 14 лет. Без него невозможно поступить в институт, устроиться на работу и купить билет на поезд или самолет. Сотрудники ОМВД по Ленинскому району пригласили пять девушек и одного юношу, чтобы вручить им первый в их жизни главный документ. Анастасия Лысова пришла вместе с бабушкой. Для нее получение паспорта – долгожданное и очень ответственное событие. Вступаешь уже в самостоятельную жизнь. Тем более, очень рада, что получила паспорт. Большое спасибо сотрудникам паспортного стола за внимание к молодому поколению. Вера Орехова мечтает стать ветеринаром. Ее любимые предметы в школе – химия и биология. Впрочем, девушка серьезно относится не только к учебе. Для меня это прекрасный день. Это первый мой серьезный документ, с которым я уже буду жить дальнейшую жизнь. И для меня это, мне кажется, один из главных дней в моей жизни. Получение паспорта в 14 лет – не просто формальность. Теперь ребята при желании смогут официально устроиться на легкую работу, открыть счет в банке и арендовать жилье. Но помимо прав появляются и обязанности. Отныне за свои действия подростки несут ответственность перед государством сами. В этом возрасте они еще немножко не понимают, для чего им паспорт нужен. Поэтому в торжественной обстановке, немножко рассказав, в какие сроки меняются, какие административные правонарушения могут быть. То есть, я думаю, что только плюс. Им и родителям приятно. Еще школьники, но уже полноправные граждане нашей страны, они прекрасно понимают, что с получением паспорта начинается новая жизнь, которую многие из них вечером встретят за праздничным чаепитием. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Елена Кошлева. Видно этого. Получатели услуг Центра социального обслуживания населения «Вера» приняли участие в мастер-классе «Новогодний декор» и своими руками научились создавать праздничные украшения для дома. Подобные занятия в Центре проходят уже не в первый раз. В последнее время в «Вере» заметно увеличилось количество разного рода кружков, начиная от спортивных и заканчивая кулинарными. Пожилым людям нововведения пришлись по вкусу. В этот раз им было предложено смастерить новогодние букеты из веток голубой ели. Украшали их елочными игрушками, лентами, бусами, дольками, высушенного апельсина и палочками корицы. Я вообще люблю заниматься такими делами, поэтому мне очень нравится. Очень интересно, очень интересно. Сам не придумаешь. Надо что-то посмотреть, как это делается, как это. Очень любопытно. Я с удовольствием этим занимаюсь. Насколько трудно вот это все делать? Трудно. Ну, я не знаю, для меня это не трудно, но очень хорошо. Прийти домой, вот сделать такую штучку. Мастер-класс был разработан в рамках трудотерапии пожилых людей. Он способствует улучшению моторики. Это и увлекательно, это развитие моторики, это успокаивает, это их заинтересовывает. И я думаю, что для них это не только время провождения, но и приятный досуг среди близких друзей. Представители цветочного ателье, которые помогли в организации мастер-класса «Новогодний декор», во время проведения мероприятия украсили центр цветными шарами. С таким количеством праздничного убранства у каждого получателя услуг точно появится предновогоднее настроение. В минувшие выходные в сельском поселении Молоковское прошло сразу несколько спортивных мероприятий. Наш корреспондент Дмитрий Книга побывал на соревновании по мини-футболу среди воспитанников спортивной секции Дома культуры «Буревестник». В спортивном зале Молоковской школы состоялся турнир по мини-футболу между воспитанниками спортивной секции Дома культуры «Буревестник». В нем приняли участие четыре команды – самые юные футболисты 2009 года рождения, а самые старшие – 2006. Ребята тренируются под руководством своего наставника – Александра Бизина. Занятия по футболу у нас проводятся три раза в неделю у каждой возрастной группы. Четыре возрастные группы у нас. От малышей 12-13 года рождения до взрослых ребят 5-4 года рождения. Для многих воспитанников футбол по-настоящему является спортом номер один. В спортивных залах и на стадионах они проводят все свое свободное время. Я занимаюсь уже 8 лет, можно сказать. Нравится спорт, потому что есть борьба, хоть можно за мяч побороться. А турнир готовился, ну, чеканил, бил повороты. Максим Монин помимо занятий в Молоковской секции тренируется в футбольной школе «Торпедо» в Москве. И в будущем планирует связать свою жизнь с игрой. Я хотел стать знаменитым футболистом, сделать свою хорошую карьеру, чтобы было все хорошо в футболе. А кто твой любимый футболист? Месси. Подобные турниры, которые проводятся раз в полгода, помогают улучшить взаимопонимание на футбольном поле, усилить дух товарищества и на практике разобрать ошибки после матчей. У тебя прибавляется техника в ударах кручения, например, если ты бьешь со фланга, пасы точнее становятся. И вот все вот в этом проводим. Каждый тайм длился по 10 минут, после чего команды менялись воротами. У некоторых юных футболистов были персональные болельщики. Сын Светланы Зайцевой занимается футболом уже второй год. Как-то сам заинтересовался. И то, что у нас поле рядышком с домом. И летом мы увидели, что там проходят какие-то игры. И решили попробовать. Решили попробовать. Ему понравилось очень. И начал ходить на игры, на занятия. Нравится, как тренер преподает. Нравится игр, нравится команда. Соревнования проводились по круговой системе. Каждая из команд сыграла друг с другом. И места были распределены в соответствии с результатами. Первое место заняла команда 2009 года рождения. Призеры турнира получили ценные подарки. Мячи и спортивные сумки. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И в заключение выпуска традиционно о погоде. Синоптики предсказывают, что завтра, 19 декабря, день будет пасмурным и небо будет затянуто облаками. Температура минус 8 градусов. Без осадков. И это все новости на сегодня. В студии работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»